Чудеса материализации. 27 числа увидел след от большой улитки на бетонной дорожке. Эти дни ходила и высматривала, сфоткать, но её всё не было, улитки. А сегодня плюнула и вот только вошла в безразличное спокойное состояние и она сама появилась, улитка появилась. А то ходила и высматривала, тем самым тормозя её проявление своим напряжением. Уже всё есть, только своим ожиданием. Не портить материализацию. Само всё сделается и на лучшем образом. Оно само знает как, мне только не мешать. Вот по такому простому принципу не суетясь, не бегая, можно потворствовать созданию всего на свете. Оно само мечтает проявиться, проявить себя и просто спокойно это принять в свою жизнь. И всё. Секрет, на незнании которого держится весь мир. Есть один секрет, на незнании которого держится весь мир, который мы принимаем за реальность. И он прост. всё, что происходит вокруг нас в нашей социальной жизни, не может причинить нам непосредственно никакого вреда. Любая опасность становится реальной только тогда, когда вы испугались её, приняли её всерьёз, то есть включили её в свою картину мира. А пока этого не произошло, вы абсолютно неуязвимы. Я понимаю, что сказанное звучит почти безумно, но на самом деле всё именно так и обстоит. На вас могут надвигаться «Самые страшные не будут казаться вам неоткративыми, но стоит вам посмеяться над ними, то есть не впустить их внутрь себя, как все они рассосутся, как по мановению волшебной палочки». Никаких чудес в прямом смысле этого слова не произойдёт, но ситуация изменится так, что все угрозы вашему благополучию исчезнут. Это правило действует на 100%. Пока вы не испугались, пока вы не приняли опасность всерьёз, вы неуязвимы. Про ошибки. Сейчас хочу написать про ошибки. На самом деле нет никаких ошибок. Неосознанно. Или даже осознанно, когда я совершаю какой-то выбор, как-то поступить, значит на этот момент мне необходим был этот опыт перепроживания той ситуации. Даже если в итоге я не получила то, что хотела. Но не получила, и хорошо, потому что теперь я знаю, как не делать, и всё. И не должно быть никакого чувства вины. На тот момент это было самое, что ни на есть, правильное и верное решение. И нет никакой ошибки. И не за что себя винить, а наоборот себя похвалить за тот поступок, за новый ценный опыт. А ценность есть в любом опыте. Просто её надо увидеть. Увидеть ценность может не всегда сразу получается, но в любом случае надо быть открытой к приёму нового и осознанию ценности. И оно придёт. Ибо всем управляю только я. И всегда итоговое решение за мной. Придумаешь тебе вину и наказание, и получишь это. Не лучше ли придумать что-то более интересное? Поэтому, если в процессе что-то не получилось, то ничего страшного. Делаешь дальше и дальше. И в итоге получаешь то, что надо, что хочешь. А так называемые ошибки это просто как промежуточный вариант, процесс. Это, например, если ты печёшь хлеб, то замес выпекания тоже можно назвать ошибкой. А это вовсе не так. О чём сигналит болезнь? Вчера прям ясно, ясно понял, о чём сигналит болезнь и боль. Именно поняла сама. А не имея представления на основе чьих-то чужих осознаний. Когда я заболела, я искала во мне какую-то таблетку фармацевтическую, людского внимания и много чего ещё перепробовала всякого. Но всё было не то. Не приходило спокойствия и удовлетворения. На самом деле не надо нигде никуда бегать и никого искать во вне. Всё есть во вне, в себя и нужно смотреть. Тело очень мудро устроено. Оно просто показывает, чем не надо заниматься. Просто перестаёт делать, думать то, что напрягает, чему сопротивляешься и всё. Или если не можешь никак перестать, то принять это своё творение. создала я это для того, чтобы получить какой-то дар и искать ценное в этой ситуации. И всё само быстро восстановится, если где, что и болело. И не надо циклиться на болезни. Если циклишься, уже её создаёшь самостоятельно с помощью своего великого ума. А не циклишься, тело легко само восстанавливается и быстро. То есть не раскачиваешь маятник. Можно даже вмиг это делать, но это уже я называю иметь развитый ум в этом направлении. То есть не ограничивающий ум, а наоборот безграничный. Просто утром начала смотреть фильм, а он мне не идёт. Пробовала отвлекаться и снова смотреть, а он снова не идёт. А я пробую такие добить, потому что описание заинтересовало. В итоге появилась боль и только тогда, когда я остановилась и задумывалась и выключила фильм, боль прекратилась. Вывод. Когда заболело где-то что-то, подумай, что было до того. И просто перестань делать или думать то, что не нравится, и боль сама проходит. Не надо никаких специальных техник делать, пить таблетки и прочее внешне использовать. Вот такие игры ума. Если ум как необузданная лошадь, то и жизнь такая необузданная, но тело всегда подсказывает, куда не надо направлять свой путь и все этого блага. комментарии.